МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча нормандской тройки должна состояться в ближайшее время. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Сегодня он встречался с лидерами Франции и Германии. Глава государства заверил, переговоры были успешными, о чем удалось договориться, расскажет Елена Абрамович. Поговорить нормандской тройкой без России с немецким канцлером и французским президентом Петр Порошенко прибыл немецкий Ахен. Здесь сегодня торжественно награждали Эммануэля Макрона орденом Карла Великого за его деятельность по объединению Европы. Поздравительной речи Ангела Меркель заверила, Запад вместе с Украиной. Мы знаем, что для решения международных конфликтов часто нужно много времени, и мы готовы и дальше прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины. Совместные усилия лидеры скоординировали до церемонии за завтраком. Французский президент еще не участвовал в нормандском формате. Последний раз четверка встречалась еще в 2016-м при президенте Франсуа Аландия. Договариваться о дате следующей встречи будут в конце мая. Мы знаем, что 18-го и 23-го будет встреча с Путином у Ангела Меркель и у Евануэля Макрона. И мы четко узгодили и скоординировали те кроки, те ряды дня, которые мы должны сделать для того, чтобы ближчим часом провести заседание нормандского формата по выбору. Найбільше врагов, что это может происходить в Париже. Согласовали также позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. По словам президента, соответствующий пункт должен быть включен в дорожнюю карту Минских договоренностей. Мы наголошуем на том, что безопасный компонент Минских договоренностей, практика показывает, что его неможливо выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупованном украинском Донбассе. И я хотел бы подякувать, что и канцер Немеччины, и президент Франции поддерживают эту позицию Украины, так же, как и сделали наши американские партнеры. Встретился Петр Порошенко также с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Обсудили усиление санкций в отношении России. Речь идет об организации выборов в Госдуму в оккупированном Крыму. И согласовали дату саммита Украина-ЕС 9 июля. А еще президент проанонсировал заседание комиссии Украина-НАТО во время июльского саммита в Альянсе. В дипломатических кругах объясняют, Киев нашел способ заставить Венгрию прекратить блокирование этого заседания. Из Ахина Елена Брамовичева-Мирмаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Решить судьбу антикоррупционного суда в ближайшее время призвал парламентариев премьер Владимир Гройсман. Глава правительства надеется, что нардепы проголосуют в течение следующих двух недель. Также в Кабмине рассчитывают, что народные избранники поддержат инициативу о продаже нерентабельных госпредприятий. Подробнее о материале нашего корреспондента Александра Васильченко. В Минэнерго обещают сохранить цену на газ для населения на нынешнем уровне. Об этом заявил профильный министр Игорь Насалик. Хотя газовый монополист «Нафтогаз» предложил правительству дифференцировать тариф на топливо, повысив их почти на две трети. На повестке дня в Кабмине закон о приватизации и антикоррупционном суде. Гройсман подчеркнул, в следующие две недели нардепы будут работать в Верховной Раде. Поэтому потребует от них в короткие сроки принять закон об антикорс суде. Я считаю, что до 1 червня у нас есть все шансы украинского парламента это сделать. И я лично буду просить и депутатов, и руководителей фракции сделать этот шаг, надзвучайно важный, и поставить в вопросе создания антикоррупционной инфраструктуры крапку. Утвердили сегодня министры и список госпредприятий, которые в этом году фонд госимущества намерен выставить на торги. С молотка будут пущены 26 крупных объектов, в том числе 5 облэнерго. Активные продажи будут уже осенью и до декабря месяца включительно. Если мы говорим о большой приватизации. Малая приватизация начнется прямо с июня месяца. Мы рассчитываем, что приватизация, объекты большой приватизации позволят нам выполнить все-таки то большое плановое задание, которое нам поступили, 21,3 миллиарда. В свою очередь премьер подчеркнул, приватизация предприятий и поиск эффективных собственников – это очередной антикоррупционный шаг со стороны правительства. Я понимаю, что есть пример в 90-х годах проведения приватизации. Ну то же не была приватизация. То просто за копейки позабирали то, что належало государству. Наше завдание – конкурентно продать то, что не стратегическим для Украины. Я хочу наголосить, что стратегические кампании остаются в властности государства. А все другие должны прийти эффективные властники. Кабмин сегодня также утвердил новый бренд «Ukraine Now» и поручил Министерству информационной политики зарегистрировать знак. Разрабатывали его почти год при участии британских специалистов. Теперь логотип будут использовать во внешней рекламе, прессе и мобильном приложении, которое поможет иностранцам узнать больше об Украине. Александр Васильченко, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Если власть не обеспечит социальную защиту украинцев в ближайшее время, стране грозят перевыборы. Об этом на встрече профсоюзов и общественников заявил ИО главы комитета ВР по вопросам соцполитики Сергей Каплин. По его словам, парламент должен обеспечить достойные выплаты малоимущим, иначе Украину может ожидать. Сценарий Армении, уверяет нардеп. Напомню, в Ереване люди вышли на массовые акции протеста и добились отставки действующей власти. Я не выключаю подобного вирменского сценария в нашей стране. Если мы не начнем развязывать тяжкие, но очень актуальные вопросы социального защиты. Это вопросы увеличения заработной платы, это вопросы увеличения пенсии. Мы за то, чтобы страна была, как это предназначено, Конституцией социальной державы. И мы категорично против выступаем того, чтобы тем, кто поддерживает сегодня оппозицию, кто говорит правду людям, затыкали рот через подконтрольные националистические организации, влаштовывали, фактически подпали, переследовали простых, обычных журналистов. Атаки боевиков на Донбассе не ослабевают. За минувшие сутки 73 обстрела. Противник массово использует артиллерию и пытается штурмовать украинские позиции. Сегодня основные бои велись на Мариупольском и Донецком направлениях. На опорных пунктах в районе Авдеевки побывала наш военкор Ирина Баглай. С 8 часов вечера полностью. Стрелкотня, минометы, СПГ. Ну, все работало. За 4 часа обстрела бойцы на позициях в районе села Каменка, неподалеку от Авдеевки, со счету сбились. Сколько мин у них рядом разорвалось. Было достаточно, так что, то есть, считали аж, я не знаю, можно было устать считать. Одновременно с салютом в оккупированных городах боевики посреди улиц открывали стрельбу в воздух, сообщили местные жители в соцсетях. А ближе к ночи люди уже слышали выстрелы из тяжелого вооружения в сторону украинских позиций. Прилеты от 82, ну, от всего того, что за обороненным минскими домовленостями. Как обычно, русский мир ставят позиции минометников прямо посереду жилых, ну, жилых будинков. Часть танков и артиллерии боевики держат впритык к линии соприкосновения. Командир указывает на островок леса, это бывший заповедник. А теперь густые ели скрывают там тяжелое вооружение врага. Залезящее в выгляде танки, САУ, ну, просто там БТРы какие-то есть, и техника постоянно рухается. То есть, в принципе, мы имеем перед собой укрепрайон. Сложнее всего приходится десантникам, когда противник открывает огонь из района объектов социального значения. Есть оборона, что до стрельбы на насосную станцию и на Донецкую фильтровальную станцию, которые обеспечивают водой населенные пункты от Авдеевки и аж по Мариуполь включено. То есть, у нас немного связаны руки. Этой ночью они снова стали прикрытием для вражеского огня. С насосной вчера, например, работали с гранатометом, ручных и автоматичных. Под таким огнем группа наемников снова попыталась прорваться к позициям наших защитников. То есть, они не скрываются вообще. Подготовлены. Реально подготовлены или иные люди. Ну, потому что дурочки так не лезли. После ночи под огнем утро бойцы встретили под новым обстрелом. Без 14 началось, да, начали вести огонь, но начали сначала с тяжелого, с РПГ. Вот. А потом уже начали стрелять уже такого пулемета. Стрельба продолжалась час. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Лидеры США и Северной Кореи встретятся 12 июня в Сингапуре. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Твиттере. Других подробностей не сообщил. Тем временем, мир до сих пор обсуждает скандальное решение американского президента о выходе из иранской ядерной сделки. О возможных сценариях развития событий расскажет Дмитрий Анопченко. В иранском парламенте целый спектакль. Депутаты прорываются к трибуне с бумажной копией американского флага. Пытаются поджечь. Получается это не сразу. На помощь бегут другие парламентарии. В итоге сжигают еще одну бумагу. Копию договора о ядерной сделке, отмененного теперь Трампом. Затем пепел топчут ногами. Зал потрясает кулаками. И скандирует антиамериканские лозунги. В Вашингтоне эта реакция никого не смущает. К ней здесь были готовы. А вот от союзников по ЕС, конечно же, ждали поддержки. И те заявления, которые делают сейчас по этому поводу в европейских столицах, Белый дом откровенно расстраивают. Вот еврокомиссар по финансам Пьер Масковиси. Во время интервью французскому телевидению негодует. Дескать, Европа не должна соглашаться с решением США. Европейцы должны отвергнуть последствия, которые приносят ущерб, будя не военными, политическими или экономическими. Вот турецкий президент Эрдоган, у которого и так со штатами отношения более чем натянутые, показательно звонит в Тегеран. Заявляя лидеру страны Рухани, Анкара считает происходящее неправильным. Палки в колеса решила вставить и Москва. Там говорят, санкции против Ирана отменили решением Совета безопасности ООН. Так что это не подлежит пересмотру, заявляет Сергей Лавров. А неофициально Москва намекнула, дескать, нечего даже думать выносить эту тему в совбез. Сразу завитируем. Но вся эта политическая шумиха не так уж страшна. Куда важнее экономические и, возможно, даже военные последствия. Нефть после возвращения санкций вырастет в цене, а это на руку России. Сторонники жесткой линии в самом Иране получили карт-бланш. Их влияние вырастет в разы. И кто знает, на какие провокации они теперь решатся. И единственное, на что надеются в Европе, что у Тегерана хватит мудрости по-прежнему выполнять условия сделки и не возвращаться к разработке атомной бомбы, даже после того, как из договора вышли штаты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сильнейшее за последнее время обострение на израильско-сирийской границе. Территорию Израиля обстреляли из установок ГРАД. В ответ Тель-Авив нанес Сирию ударов по базам иранских военных возле Дамаска. Сергей Овсендер расскажет подробности. Обстрел произошел ночью. С территории Сирии по израильским военным базам на голландских высотах были выпущены около 50 ракет ГРАД. Большую часть из них перехватила система «Железный купол». Остальные упали на пустырях, не причинив ущерба. В полном соответствии со своей доктриной, Иерусалим отреагировал быстро и жестко. Израильская артиллерия открыла ураганный огонь по тем местам, откуда пускали ракеты. А поднятые в воздух самолеты разбомбили несколько десятков объектов на территории соседней страны, как утверждают в израильском военном ведомстве, это объекты иранские. Одновременно в Израиле начался экстренный призыв резервистов. В границе с Сирией и Ливаном были переброшены танки и артиллерия. А там же, на этом, на северном направлении, начали разворачивать эшелонированную систему противоракетной обороны. Я заявляю, что долги права Израиля защищаться от иранской агрессии против нашего государства, идущей с территории Сирии. Иранцы открыто заявляют, что намереваются напасть на нас. Они пытаются переправить туда военные силы и смертоносное оружие для совершения атаки на Израиль в рамках своей стратегии уничтожения нашего государства. В последнее время отношения Иерусалима и Тегерана существенно осложнились, практически перешли в фазу открытого противостояния, особенно после того, как президент Трамп подписал указ о выходе США из ядерной сделки. Не успели высохнуть чернила. Под этим указом иранцы начали с территории Сирии разворачивать свои дальнобойные ракеты в сторону Израиля. ВВС еврейского государства нанесли превентивный удар и уничтожили пусковые установки. В Иерусалиме заявляют, что если Иран и дальше продолжит угрожать и пытаться разрабатывать ядерное оружие, то Иерусалим готов пойти и дальше. Здесь по-прежнему не исключают военного решения этой проблемы. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Украина может выйти из экономического кризиса, если начнет развивать промышленность и снизить налоги для предпринимателей. Об этом в Запорожье заявил лидер радикальной партии. Он подчеркнул, продавать на мировом рынке нужно не сырье, а высокотехнологическое оборудование, которое производится в Украине. Например, двигатели, которые выпускают на предприятии Моторсич. Кроме этого, на заводе собирают и вертолеты. Они не только дешевле, но и, как показывает практика, значительно лучше мировых аналогов. Купают импортные вертолеты. Это же або от невеликого розума, або через коррупцию. Потому что откаты, потому что офшори, и каждый работает на собственном кишине. Вместо того, чтобы работать на кишине наших украинских работников. Один из крупных российских банков в Украине вскоре может объявить дефолт. Финучреждения уже заявили о многобиллионных убытках за первый квартал этого года. Напомню о серьезных проблемах, вызванных санкциями в банках с российским капиталом. Уже не раз говорили эксперты, чего ждать вкладчикам и кто рискует дополнить список неплатежеспособных. Об этом в нашем материале. На грани фола экономисты заявляют о серьезных проблемах российских банков в Украине. На днях один из наиболее пострадавших от санкций, проминвестбанк, заявил об убытке в 300 миллионов за первый квартал. Падение доверия украинцев привело к массовому оттоку депозитов со всех российских финучреждений. Они уже потеряли треть вкладов. В результате часть крупнейших банков России объявили дефолт и покинули рынок. Крупных осталось лишь три. Сбербанк, проминвестбанк и ВТБ – это три банки с государственным российским капиталом. И именно на них были накладены санкции. Они все три пострадали и от санкций, и от своей собственной неэффективности. Российские государственные банки. Они были неэффективными даже до санкций. Они до санкций были сбыточными. Они до санкций потребовали до резервирования и до капитализации. Деякі из них имели и отъемный капитал. Именно проминвестбанк, который на 60% принадлежит российскому государственному внешэкономбанку, переживает санкции Вашингтона и СНБУ наиболее сильно. В прошлом году его активы упали на 13 миллиардов гривен. Кредитный портфель сократился в два раза. Банк уже потерял тысячи клиентов, а в этом году после отчета о квартальных убытках финучреждения уже пророчат миллиардные потери. Эксперты уже не раз заявляли о том, что без докапитализации проминвестбанк рискует стать банкротом. Ведь спасать свою дочку в российском внешэкономбанке, находящемся под санкциями, отказались. Там свою долю в Украине хотят продать. Как утверждает президент Украинского аналитического центра, это значит, что уже вскоре укладчиков проминвестбанка, которые до сих пор не забрали свои депозиты, могут начаться серьезные проблемы. У вас есть кредит, но в результате санкций банк будет иметь право требовать дострокового погашения трассы. Кроме того, у вас есть депозит. Депозит может затримать и отдавать. Они не могут повернуть депозиты, сразу возникнет проблема дострокового погашения кредитов, и коротки, естественно, будут забрали. Лопнувшие депозиты или требования немедленно вернуть кредит, с такими проблемами уже сталкивались тысячи украинцев, чьи банки объявляли дефолт. А деньги на счетах превращались в ветер. Дельта Банк, Михайловский, Гефест, Диамант Банк, Фортуна, Богуслав, Народный Капитал. Те украинцы, кому повезло, вернули часть денег через фонд гарантирования вкладов. Другие добивались правды на улицах и до сих пор тщетно пытаются вернуть свое через суды. Таких лопнувших банков в Украине за последние 4 года 92. Теперь этот список рискует дополнить и проминвест. Если в ближайшее время его не докапитализировать, возвращать вклады будет попросту нечего, утверждают эксперты. Но и в НБУ спасать его вряд ли станут. Ведь в Украине в этом году нужны деньги для того, чтобы вернуть часть кредита МВФ. А значит, вкладчики рискуют остаться со своим несчастьем сам на сам. И это лишь вопрос времени. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканала Интер. В Одессе новый скандал вокруг трагических событий 2 мая 2014. Полиция хочет эксгумировать тела людей, которые погибли в Доме профсоюзов. Родственники категорически против и говорят, что к их мнению никто не прислушивается. В ситуации разбирался Андрей Анастасов. О том, что власти хотят эксгумировать погибших, чтобы провести дополнительные экспертизы, родственники узнали еще в прошлом году. Говорят, писали всюду, что они против, но без толку. А на днях случайно выяснили. Извлекать тела правоохранители собираются уже в понедельник. К председателю сельского совета в электронном виде пришла постанова. Председатель, конечно, сразу нам позвонил. Вот хотят 14-го числа проводить эксгумацию. Сегодня возмущенные люди пришли в областную прокуратуру. Против эксгумации выступают, потому что не доверяют следователям. Дескать, разбирательство длится уже 4 года. Да и вообще это неэтично. Эмоции людей на пределе. Что там искать? Для какой цели? Я не хочу. Я не хочу. Я каждый день там буду. На кладбище ночевать буду. Дело в том, что родители ляжут рядом с могилами. Они этого ожидают. Многие не придержат этого. С родными погибших встретился зампрокурора области. Сообщает, изучением обстоятельств пожара в Доме профсоюзов сейчас занимаются киевские эксперты. Требуется эксгумировать 6 тел. Почему речь идет именно о них, не говорят. Но родственники уверяют, это именно те люди, причиной смерти которых указана загадочная формулировка отравления другими газами. Мы более чем уверены, что эксгумация будет делаться специально, чтобы подменить тела. Чтобы потом сказать, что да, действительно, они от угарного газа были отравлены и так далее. Потому что поднимается вопрос международный на сегодняшний день. Какие все-таки там газы были? Зампрокурора объясняет, по закону, эксгумировать тела власти имеют право даже без согласия родственников. Но делать это обязаны в их присутствии. И обещает, в понедельник извлекать останки не будут. Мы связываемся с экспертами, проговорим с ними, в том числе доведем до ведомых позиций родственников. Мы определились по окончательному решению этой ситуации. Напомню, во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 42 человека. В большинстве случаев причиной смерти указаны ожоги и отравления продуктами горения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности в телеканал Интер, Одесса. Разрушительный оползень в Закарпатье. Полностью уничтожены три дома в селе Кольчино. На них обрушилось почти 20 тысяч кубометров грунта. Без жертв обошлось только по счастливой случайности масштабы разрушений, видела Марина Коваль. Татьяна Глушко во время оползня была дома с полугодовалым малышом. Муж буквально за пару минут до происшествия повез старшего сына в школу. Обвал произошел около 8 часов утра. Засыпала заднюю часть дома, двор, котельную, машину, домашний скот. Теперь здесь жить нельзя, куда переезжать семья не знает. У Марьяны Евдокимовой оползень полностью снес дом. Женщина жила одна, утром была на работе, это и спасло ей жизнь. В селе говорят, что оползень произошел из-за работ местного щебневого завода. Там отходы производства насыпали на гору, не укрепляя ее. Местные жители сообщают, на карьере работы идут полным ходом. Но собственники утверждают, предприятие простаивает, нет лицензии на добычу камня. Причины происшествия сейчас изучает специальная комиссия. В ее составе и геологи. Они уже сделали предварительные выводы. И природный тут фактор есть, на жаль, есть фактор людский, природный, то, что это схилы, на схилах утворяются сувы. А людский фактор, то, что вот, то там, я говорю, выработка карьерная. Виновные ли предприниматели будут расследовать в полиции по факту нарушения правил безопасности на производстве, начали уголовное производство. Тем временем эксперты прогнозируют новый оползень. Хотелось бы, чтобы мы, возможно, штучно сделали тот сув, кированный, отвезти его в биг, для того, чтобы не пострадали эти будинки. Пока эксперты думают, как защитить другие дома, собственники разрушенных посчитывают убытки. В Мукачевской райгосадминистрации пообещали компенсации пострадавшим. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Квартиры от государства детям-сиротам. В Харьковской области уже два года работает программа обеспечения жильем детей, лишенных родительской опеки. Механизм таков. Из госбюджета выделяются деньги региону, а местные власти покупают квартиры. В прошлом году их получили 15 семей. Продолжат наши корреспонденты. Галина заходит в новую, теперь уже свою, квартиру. Малыши сразу бегут в детскую. Мам, тут домашку надо делать. А сюда надо все положить руки. Ремонт мебели, бытовая техника. Все за счет госбюджета. Тут есть уже какая-то посуда. Мы смотрели только что. Ложки, ножки, вилочки есть. Кофейный, по-моему, работает. Да, кофейный работает. Холодильник, стулья. Стол большой разрешен. Галина говорит, ждала этого момента 8 лет. Сама она воспитанница интерната. У женщины трое детей. И все это время вынуждена была скитаться по съемным квартирам. Где-то что-то искали, куда-то пытались звонить. Искали, вот мы с моей сестрой искали благотворительные фонды. Но мы объездили все, что можно. Но нам говорили, что будет, будет. Но, если честно, мы не верили, что что-то будет. Сегодня сдали очередные семь квартир. И это только начало. В этом году планируем обеспечить около 50 детей. Сирот жильем. Это будут либо дома семейного типа, либо квартиры отдельные. Эта программа у нас работает второй год подряд. Впервые за все существование и независимость Украины государство повернулось лицом к людям и осуществляет государственные гарантии. В этом году ключи от новых квартир получили уже 4 семьи в Первомайском и Красноградском районах. В ближайшее время в область должна поступить еще одна субвенция из госбюджета для покупки жилья детям-сиротам. Андрей Кровец, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Семейные квоты. Немецкие политики согласовали новые правила для воссоединения семей беженцев. Кто сможет забрать своих родственников в Германию, а кто нет, знает Татьяна Лугунова. Тысяча человек в месяц меньше. Можно? Больше нет. Правительство Германии согласовало законопроект о воссоединении семей беженцев, которые получили в Германии так называемую ограниченную степень защиты. А это в основном сирийцы, которые приехали в страну в разгар миграционного кризиса. Документ четко прописывает, кто и когда может претендовать на воссоединение семьи. Работать новые правила начнут с 1 августа. Да, совершеннолетние беженцы смогут забрать в Германию своих супругов и детей, несовершеннолетние родителей. Но так, чтобы число новоприбывших не превысило тысячу человек в месяц. Мы делаем ставку на квотное решение этого вопроса. То есть будет ограниченное воссоединение семей на основе четких гуманитарных критериев. Перевести в Германию родственников смогут, впрочем, не все. Беженцам, которые совершили в Германии преступления, либо, по данным спецслужб, угрожают национальной безопасности, воссоединение семьи откажут без рассмотрения. Очень важно, чтобы воссоединение семей не создавало угрозу безопасности в Германии. Поэтому мы разработали механизм отказа в этих случаях. Новый законопроект уже раскритиковали представители гуманитарных организаций. Дескать, право жить вместе со своими родными априори должны иметь все беженцы. А не месяцами ждать, пока до них дойдет квотная очередь. Ведь новый закон еще даже не начал работать. А документы на воссоединение семьи уже подали 23 тысячи человек. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Ирландии могут отменить аборты. Референдум состоится уже 25 мая. Сейчас прерывание беременности в этой католической стране грозит тюремным сроком. Единственное исключение – это угроза жизни матери. Какие шансы, что ирландцы проголосуют за осмягчение законодательства? Об этом материале Светланы Чернецкой. 35-летняя Эми очень хотела второго ребенка. Но результаты УЗИ на 12-й неделе беременности разбили ее надежды. У плода обнаружили аненцефалию – полное отсутствие мозга. Я знала, что аборты в нашей стране нелегальны. Но была уверена, что такой ужасный диагноз станет исключением. Это же всем понятно, что человек не может жить без мозга. Но я с удивлением узнала, что сделать аборт мне нельзя. Это незаконно даже в таком случае. В Ирландии законодательство в отношении абортов – одно из самых строгих в мире. Даже в случае смертельной аномалии плода, инцеста или изнасилования, прерывать беременность нельзя. Это грозит тюремным заключением до 14 лет за решеткой. Поэтому многие отчаявшиеся женщины, как и Эми, вынуждены лететь в соседнюю Великобританию, где аборты легальны. Я летела в самолете в Ливерпуль и рассматривала пассажиров. Гадала, сколько на борту таких же несчастных женщин, как я. Я чувствовала себя преступницей, будто бы я делаю что-то неправильное. Из-за этого мне было еще больнее. Ведь я ехала прощаться со своим нерожденным ребенком. Ежегодно от 3 до 7 тысяч ирландах едут в Британию и другие страны Европы для прерывания беременности. В католической Ирландии очень сильное движение по запрету абортов. Среди его сторонников немало священников и врачей. Поймите, мы говорим о прекращении беременности до 12 недель. Это же удаление сформированного и зачастую здорового ребенка из утробы. Этому нет никакого оправдания. Мы ведь должны предоставлять медицинскую помощь, а не убивать детей. Через две недели по этому поводу выскажутся все жители Ирландии. Это будет уже пятый референдум за последние 30 лет. И по последним опросам большинство проголосует за отмену запрета. Ирландия страна давних традиций и сильной католической церкви. Что, впрочем, не помешало ей три года назад стать первой страной в мире, где легализовали однополые браки. А сейчас премьером Ирландии впервые в истории является открытый гей. Впрочем, вопрос аборта все еще очень чувствителен. И не факт, что страна последует примеру европейских соседей и смягчит законодательство. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Как американские патрульные будут ловить наркоманов на дорогах и где можно наткнуться на вулкан во дворе собственного дома. Об этом и не только в нашем обзоре. Правительство Малайзии возглавит старейший лидер в мире, 92-летний Махатхир Мохаммад. Политик привел к победе на парламентских выборах оппозиционную коалицию. Их главные соперники, партия Национальный фронт, были у власти больше 60 лет. Однако потеряли популярность из-за коррупционных скандалов. Махатхир уже был премьером страны с 1981 по 2003 год. Именно за время его правления Малайзия стала одним из азиатских тигров. Чип для обнаружения кокаина изобрели американские ученые. Использовали для этого нанотехнологии. На стекло нанесли тонкие слои металлов с корруплениями золота и серебра. Он может анализировать как дыхание человека, так и кровь и слюну. Когда на чип повадает кокаин, на нем образуются узоры. Прибор стоит недорого, поэтому ученые надеются, что его смогут использовать патрульные на дорогах. Экология, как правило. Власти Калифорнии обязали жителей штата устанавливать солнечные батареи на всех новых домах. Решение касается сооружений, построенных после 2020 года. В планах сократить выбросы парниковых газов на 40% за 10 лет. Калифорния стала первым американским штатом, принявшим такой закон. Вулкан за забором. Житель Гавайев заснял на видео извержение неподалеку от собственного дома. Кейт Брок вернулся после эвакуации, чтобы забрать вещи. Вулкан Килауэа проснулся на прошлой неделе после 30-летней спячки. Когда стихия успокоится, ученые пока не знают. Мечтавшему о смерти 104-летнему австралийцу сделали эвтаназию. Ученый Дэвид Гудал ушел из жизни в швейцарской клинике под 9-ю симфонию Бетховена. Перед этим психиатр подтвердил, что его решение умереть было добровольным. На поездку в Швейцарию и саму процедуру семья Дэвида собирала деньги в интернете. В Австралии эвтаназия запрещена законом. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности ЮЕЙ. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин